Несмотря на то, что сборная России среди людей с ограниченными возможностями постоянный победитель различных олимпиад и чемпионатов мира, в Старомосколе паралимпийское движение пока находится в зачаточном виде. Не так давно заработала секция стрельбы из лука. Александр Глазейкин в детстве мечтал попробовать, а теперь регулярно тренируется и попадает в цель. Я мечтал с детства заняться стрельбой из лука, но город, в котором я вырос, у нас была такая секция, но она была, эта секция, на другом конце города. Приходилось ехать, я не ездил туда, но надо было ехать, делать три пересадки. Это вот я жил в одном районе города, а это в другом. Ну и занимался тогда в молодости, в юности парусом, мотокроссом занимался, ну серьезно занимался, а луком так и не удалось. А вот здесь вот получилось, могу попасть сюда и детская мечта так, кстати, осуществилась. Вместе с ним тренируется и еще один Александр Веслагузов. В области наши стрелки на сегодня лучшие, и это доказывает, что работать в этом направлении нужно. Тем более ребятам это очень интересно. По Белгородской области первое место занял, все три первых места мы староскольца заняли. Вот в Белгороде я второй разряд спортивный получил. Ну вот сейчас у меня лук специальный, у меня машину одела, специальный лук другой, который полегче. С ним уже будут, конечно, результаты намного лучше. Есть результаты, продвигаемся. Сейчас два Александра готовятся к зимним соревнованиям. К сожалению, учитывая условия в летних, мы пока не можем принимать участие. Нужна стрелковая база, ну и, конечно, доступ к ней. Так как у нас условий нету здесь именно для людей с ограниченными возможностями, я обратился к большим предприятиям нашим. Вот, и с помощью сделать пандус, там как-то туалетную комнату оборудовать, пошире сделать проемы. Ну, отозвался, Лебединский ГОК отозвался, согласился. Ну, видимо, они ждали весны, а потом что-то у них произошло, что, к сожалению, сейчас не отвечают. Вот, ну, как-то не сделали, что обещали. Вот, хотелось бы просто обратиться, что у нас город спортивный довольно-таки недавно открылся уже, по-моему, третий спортивный комплекс. Вот, и людям здоровым есть где заниматься спортом. А инвалидам вот единственная секция, и, к сожалению, конечно, здесь условия хромают. Вот, хотелось бы обратиться, если есть у кого-то возможность как-то поспособствовать хотя бы актами, малыми порциями, тоже здесь для инвалидов создать условия. Несмотря ни на что, ребята не отчаиваются. Что-что, а с духом у них все в порядке.